Вывести соперника из равновесия и прижать лопатками к мату. В каждом поединке турнира сначала битва в стойке, затем за каждый шанс на ковре. Традиционно наш турнир собирает сильных соперников со всех регионов страны и стран в Рижнево-Зарубежье. Поэтому каждый соперник силен и на каждого приходится настраиваться, как на сильного соперника. В этом году оспорить звание сильнейшего собрались полторы сотни борцов из разных регионов России. На ковер за два дня выйдут спортсмены из Новосибирска, Москвы, Нижнего Новгорода, Пермского края и других. Соперники серьезные, бескомпромиссные и по-спортивному азартные. Два раза боролся на этом турнире, один раз проиграл, один раз занял. В том году занял второе место, серебряная медаль. В финале уступил с минимальным счетом 2-3, но в этом году настроен бороться, так как выиграть. Это 40-й по счету турнир, юбилейный. Он посвящен памяти великого спортсмена, заслуженного тренера Анатолия Кишицкого. Почтить память наших людей, которые ставили у истоков нашего вида спорта, которые это все зародили. И второе, чтобы наши спортсмены нашего региона встречали здесь конкуренцию достаточно серьезную, чтобы как один из этапов подготовки на данный момент чемпионата Сибирского федерального округа, который пройдет в конце ноября в городе Красноярске. В этом году на трибунах тихо, но борцы не остались без поддержки. С приветствием к спортсменам обратились депутаты Госдумы Александр Карелин и Александр Прокопьев. Кстати, зрителями юбилейного турнира могут стать жители любых регионов России и стран ближнего зарубежья. Правда, пока в режиме онлайн. Мария Микшут, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин